Я Алишер Ташматов. Давайте поговорим обо всём. Каждый вторник в 11.10 в прямом эфире мы спросим у знаменитостей и политиков о самом интересном. Повтор слушайте в воскресенье в 20.00. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиопередача «Обо всём». И с вами вновь Алишер Ташматов. Сегодня у нас в гостях председатель общественного наблюдательного совета Народил Рейнбеков. Здрасте. Добрый день, Алишер. Спасибо за то, что нашли время, пришли к нам на радиопередачу. Вопрос сегодня к вам очень много. Мы поговорим, наверное, и о криптовалюте, о экономике в целом, в взаимоотношениях, так сказать, общественного совета с министерством экономики. Ну, пожалуй, наверное, начнём с того, что... Как вообще попали в общественного наблюдательного совета? Ну, во-первых, я слышал про то, что есть вот такие организации, которые непосредственно работают с госорганами. Но, однако же, какой-то определённой цели у меня не было – вступить в общественный совет. Были знакомые, которые мне предложили попробовать, потому что они знают, что я был очень активен в плане... У меня была гражданская такая активная позиция. Я всегда выражал своё мнение по тем или иным вопросам, касающимся экономики. И они мне предложили попробовать подать свою кандидатуру. Я долго думал, какой именно общественный совет. Может быть, общественный совет в Министерстве финансов. В итоге решил подать в общественный совет в Министерстве экономики. У них на сайте osgo.kg есть все инструкции подачи в электронном форме своих документов. Это очень всё легко делается. И в течение месяца-двух решается вопрос включения-невключения вашей кандидатуры в совет. И таким образом в январе месяце я вступил в общественный совет. Тогда как раз состав обновился полностью. Были те, которые остались с прошлого созыва тоже. И прошли выборы председателя. Меня выбрало большинство в качестве председателя. Несмотря на то, что это был мой первый опыт в общественном совете. И вот с тех пор работаем в этом направлении. Хотя мы за это, конечно, зарплату не получаем. То есть сразу же нужно это объяснить. Бесплатно работать. Да, это бесплатная работа. Конечно, нагрузка не такая большая, как если бы мы работали в каком-то коммерческом проекте. Но, тем не менее, определенная нагрузка есть. Мы выделяем из своего времени буквально каждый день, час-два на работу по задачам общественного совета. Но за это мы зарплату не получаем. Насколько сложно работать в общественном совете? Потому что на вас все-таки лежит тоже определенная доля серьезных задач по развитию того же Минэконома. Работать не сложно. Есть большое желание. Все члены нашего общественного совета, по крайней мере, очень активны. Они имеют свою активную гражданскую позицию. И также являются, можно сказать, экспертами в своих областях. Поэтому работать для них в совете не сложно. Единственное, конечно, как я сказал, занимает определенное время личного. И по взаимодействию с Министерством экономики, мы являемся общественным советом при Министерстве экономики, у нас возникают, конечно же, в ходе работы различные вопросы, обсуждения с представителями госоргана. И не всегда получается найти какое-то понимание. А также у руководителей госоргана не всегда получается найти время для того, чтобы встретиться с нами, обсудить те или иные вопросы. Однако мы стараемся, мы стараемся наладить такую вот системную работу с ними. И в этом направлении я хотел бы выразить свою благодарность моим коллегам с общественного совета, а также коллегам из других общественных советов, вместе с которыми мы продвигаем какие-то общие, полезные для общества, для экономики инициативы. Какие, например, инициативы сегодня уже есть, которые реализованы, либо уже на стадии реализации? Ну, за прошлый год мы предложили Министерству экономики порядка шести инициатив, среди которых особо хотел бы подчеркнуть инициативы, касающиеся реформы фискальной политики. Как вы знаете, сейчас обсуждается новая фискальная политика, которая будет принята в рамках новых программ НСУР-2040. И мы предложили, значит, свое видение Министерству экономики. Они приняли, но пока еще находятся на стадии обсуждения внутри госоргана наше видение. Основной, ключевой целью нашего предложения было снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, потому что мы сделали сравнительный анализ с другими странами. По налогам у нас нагрузка не такая большая, в сравнении, допустим, с соседними странами. Но если взять нагрузку по страховым платежам, да, в социальный фонд, то у нас нагрузка высокая, 27,25%. И по опросу многих предпринимателей, по мнению многих предпринимателей, именно вот эта большая нагрузка, она является основным фактором возникновения так называемой теневой экономики. То есть не сама налоговая нагрузка, а именно социальные выплаты. А вот, допустим, по криптовалюте, как Вы относитесь вообще к этой системе новой мировой тенденции, скажем так? Потому что в некоторых странах оно уже принимается на государственном уровне. У нас пока как-то вот со стороны наше государство наблюдает правительство, не внедряется в эту систему, не окунается с головы, в то же время аккуратно так относятся. Как Вы считаете, насколько сегодня вот это перспективы, да, вот эти криптовалюты? Блокчейн-технология, криптовалюта – это, значит, такой сектор, который сейчас находится в самом высоком тренде, да, в мировом глобальном тренде. И я не хотел бы, чтобы Кыргызстан отстал от мировой экономики. Если, допустим, оперировать некоторыми цифрами, вот в Японии за 2017 год, благодаря развитию криптоэкономики, то есть росту стоимости криптовалют, развитию блокчейн-технологий, да, принятию, значит, криптовалюты в качестве законного средства платежа, они смогли получить дополнительный рост к ВВП в размере 0,3%. Как Вы знаете, Япония – это очень неплохо, потому что Япония, она, рост экономики Японии, ну, максимум достигает, там, 2%, да, за последние 10 лет, если считать, и 0,3% – это очень высокий показатель, и, ну, долларом эквиваленте – это где-то 15 миллиардов долларов, они смогли дополнительно получить, да, благодаря развитию криптоэкономики. И таких примеров очень много, даже малые страны, которые не обладают какими-то ресурсами, да, сейчас имеют возможность, благодаря развитию криптоэкономики, увеличить свой ВВП, создать дополнительные рабочие места, налоговые, да, платежи тоже можно получить за счет развития криптоэкономики. Поэтому я считаю, что в Кыргызстане эту тему необходимо очень активно, как бы сказать, освещать, обсуждать совместно с представителями госорганов, не только внутри, да, криптосообщества. Ну, к слову, вот, 14 января текущего года прошел первый форум, посвященный теме блокчейн-технологии, криптоэкономики. Изначально цель была, значит, организовать такую метап, да, тусовку среди представителей криптосообщества, майнеры, там, трейдеры и так далее. Но потом мы поняли, что, оказывается, эта тема, она стала интересна даже, ну, многим, да, и тем, которые пока еще не понимают в целом эту технологию. И мы сделали такой формат, форум в виде форума. И пришло много людей, там, более 70 человек из разных сфер. И по итогам форума было решено, что необходимо проводить чаще такого рода форумы, в таком формате, встречаться, обсуждать какие-то конкретные вопросы, касающиеся криптоэкономики, и продвигать какие-то инициативы, которые будут полезны для криптоэкономики и для общества в целом. Ну, с учетом внедрения любых технологий, новшеств, так сказать, всегда появляются аферисты, мошенники различного рода. Вот, как распознать, что вот эта, например, система правильная, не обманет, а вот именно по вот этой могут обмануть? Как вот финансовую пирамиду распознать-то? Замечательный вопрос. В Кыргызстане по нашей информации действительно действуют некоторые организации, которые не совсем честно преподносят информацию относительно этого товара, услуг, которые они продвигают среди населения. Ну, мне кажется, самые главные критерии отбора честного проекта, и отличие честно от нечестного проекта, это в целом понимание основ, если говорить о блокчейне, в целом понимание основ блокчейн-технологии. Блокчейн-технологии – это, иначе говоря, распределенный реестр, то есть это криптовалюта, которая работает на базе распределенного реестр, когда никакая центральная организация не имеет возможности манипулировать выпуском этой валюты. Многие так называемые скам-проекты, они основываются на централизованном выпуске эмиссии валют. Примеров таких много, и в настоящий момент в Европе, даже в Америке, некоторые вот такого рода проекты уже начали закрываться, потому что люди от этого страдают, и есть большой риск фиаско таких проектов, потому что они основаны на финансовой пирамиде, когда этот проект действует, пока есть новые люди, которые вступают в проект, когда люди перестанут вступать, система разрушается. Блокчейн-технология абсолютно ничего общего не имеет с финансовой пирамидой, потому что в целом принцип блокчейн-технологии не подразумевает наличие какого-то центрального органа, эмитента электронных криптовалют. Это один из таких главных критериев. И также я бы посоветовал людям, которые интересуются криптовалютами, все-таки большую информацию получать из проверенных источников в интернете масса разных сайтов, которые могут давать различную информацию, но есть определенные сайты, где есть такая проверенная информация. Допустим, сайт CoinMarketCap показывает список криптовалют, которые были приняты теми или иными биржами. И чтобы попасть в листинг CoinMarketCap, нужно пройти через определенные условия, доказать того, что эта криптовалюта соответствует технологии блокчейн. И вот это один из критериев. Таких критериев много. И в дальнейшем наша организация, общественная организация, блокчейн-нетворк of Central Asia, мы планируем работать как раз в этом направлении, в направлении по освещению этой темы среди населения, с тем, чтобы они не попадались на такие вот проекты, основанные на финансовой пирамиде. Это вот одна из таких главных целей нашей организации. Насколько я знаю, в прошлом году и Общественный наблюдательный совет Минэкономы, и само Министерство активно продвигали такую идею по зеленой экономике. Прямо так вот активно. Ко мне несколько раз даже приходили гости именно по обсуждению данной темы. Насколько для вас эта тема считается, вернее, перспектива вот этого внедрения зеленой экономики в Кыргызстане очень важной? Потому что, допустим, я вот у гостей тоже спрашивал, когда приходили, те же самые дороги сегодня строят асфальт, а ведь могут строить энергоэффективные, вырабатывающие электричество дороги. Вот в таком плане, как вы считаете, насколько перспективно сегодня строить именно по линии зеленой экономики? Какие-то направления, нежели стандартное то, что сейчас? Вообще, по собой понимание зеленой экономики, оно исходит из принципов устойчивой экономики. Мы не отошли от темы устойчивой экономики, мы продолжаем эту тему. Вы знаете, у нас была принята программа НСУР, Национальная стратегия устойчивого развития 2014-2017 годы. И, в принципе, мы в этом направлении уже некоторое время работаем. То есть для нас тема, она не новая зеленая экономика, просто мы ее называем так, потому что это веяние современного тренда, можно сказать. А так, в принципе, те же. Я, конечно же, поддерживаю двумя руками за то, чтобы у нас активно внедрялись подобные зеленые технологии, потому что мы сами это можем видеть буквально каждый день, что с экологией у нас не все так хорошо. В частности, у нас есть проект, называется Абакейджи. Я думаю, многие из вас уже слышали о нем. Мы сделали предложение совместно с нашими коллегами из экологического движения «Мы в Грин» создали сайт, где мы показываем данные по загрязнению воздуха. Эти данные, они мониторятся датчиками, которые установлены в городе в количестве трех штук. И, значит, у каждого есть возможность благодаря смартфону или интернету видеть, какое загрязнение, в какой точке на данный момент. Это позволяет людям какие-то действия принимать, допустим, не выходить на улицу, аниматься спортом, избегать, допустим, использования личного транспорта. В Европе это уже давно работает, когда такие сигналы подаются тем, чтобы люди начали менять свое поведение, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Но там есть такие инструменты, допустим, во Франции, когда происходит пиковое загрязнение воздуха, общественный транспорт становится бесплатным. Вот таким образом людей мотивирует использовать более чистый транспорт. Но у нас общественный транспорт не весь такой чистый, поэтому эта мера может быть такая двоякая. Понятно. Насколько сегодня плотность загрязнения воздуха в трех местах, где больше всего газов? Пока мы еще такой вот анализ не делали, сравнительно именно по трем точкам. Но даже вот у нас датчики стоят на Киевское, Тринстаново, Московское, Держинка и Горького, Манаса. Даже, казалось бы, на Держинке, да, вроде бы, Бозов должен быть чистый. На самом деле он там тоже грязный из-за того, что там плотность движения, транспорта высокая. И, допустим, если сравнить с тем же Китаем, тем же Пекином, который является одним из лидеров по загрязнению воздуха, Бишкек далеко не ушел. У нас загрязнение на мелкодисперсной частице ПМ-2,5 очень высокое. Бывают дни, когда пиковое загрязнение доходит до 5, превышает в 5 раз уровень предельной, допустим, концентрации. Предельная, допустим, концентрация 25 мкг на кубичный метр, а у нас бывает и больше 100, и даже до 200 доходило. Это очень много, потому что такая высокая концентрация мелкодисперсной пыли может привести к серьезным уронам для организма. Особенно страдают дети, малые, старики, которые болеют теми или иными болезнями, астмой и так далее. И в долгосрочном периоде постоянно высокое загрязнение воздуха может привести даже к онкологическим болезням. По этой теме уже у нас в стране проводились научные исследования, и действительно было доказано, что люди очень много в последнее время стали болеть именно из-за того, что воздух грязный. Это глобальный тренд, не только Кыргызстан страдает от загрязнения воздуха. Но в последнее время, благодаря развитию новых технологий, у стран появилась возможность наконец-то отойти от этого порочного круга развития экономики и загрязнения окружающей среды. Поэтому мы должны разорвать этот порочный круг и как можно активнее использовать новые технологии, возобновляющие источники энергии. В частности, у нас есть и завод, который производит солнечные панели. Да, пока еще цена достаточно высокая, рентабельность низкая, но чем больше будет масштаб использования таких технологий, тем эти технологии будут дешевле. И сейчас вот есть такая тенденция сокращения стоимости производства солнечных батарей. В некоторых странах, благодаря снижению цен на солнечные батареи, добились колоссальных результатов. В Тот же Дубае, да, там производство электроэнергии благодаря солнечным панелям снизило в целом стоимость электроэнергии в Дубае. В Тот же Германии, благодаря развитию возобновляемых источников энергии, там ветряные мельницы, солнечные панели, стоимость электроэнергии даже доходит до негативной. То есть, там настолько это стало массово, что стоимость электроэнергии, она негативной стала. То есть, они платят за то, чтобы у них покупали электроэнергию. Это нехорошо, конечно, потому что инвесторам необходимо возвращать свои средства. Это уже другая проблема, до которой нам еще, мне кажется, далеко. В детстве кем мечтали стать? Я всегда был патриотом своей страны. В детстве я мечтал стать таким человеком, который сможет внести серьезный вклад в развитие общества, развитие экономики. У меня были политические амбиции, вот, и в то же время хотел стать крупным бизнесменом. Наверное, все-таки я хотел стать человеком, который может оказывать положительное воздействие на окружающих и изменять вокруг себя общество. Вот таким, то есть, не было какого-то определенного человека, там, космонавта, да, вот, просто хотел стать неким человеком, который будет делать что-то позитивное для своей страны. Хобби есть какое-то? Да, да, хобби, конечно, есть. Я думаю, что в современном обществе у каждого человека должно быть хобби, потому что оно позволяет немножко отличие от рутинной работы. И чем занимаетесь? Я люблю много чего, и спорт, в частности, триатлон, я считаю, этот спорт очень полезен для здоровья, он позволяет также добиваться некоторых результатов и в профессиональной работе, да, вот, люблю шахматы, люблю играть на пианино, в общем, по крайней мере, начал изучать сальфеджио на пианино, играть на пианино, вот, моя детская мечта. Это разнообразие прям. Да, и очень люблю читать книги, я без книг не могу, каждый день должен что-то читать. В последнее время читаю больше книги, связанные с саморазвитием, хотя, знаете, я скажу так, что многие книги по саморазвитию, они дублируются, они очень похожи друг на друга. Понятно. Ну, такой еще вопрос, он уже более такой, наверное, опять вернемся к экономике. Что, на Ваш взгляд, является, или может, точнее, стать локомотивом для развития Кыргызстана? Вот у нас, в принципе, в стране очень много всего. Кто-то говорит туризм, кто-то показывает на энергетику, кто-то на продажу той же питьевой воды, кто-то на еще что-то. На Ваш взгляд, что в нашей стране необходимо развивать? Вот, ну, топ-5, да, самых таких основных. Я боялся, что Вы попросите один сектор, потому что очень-очень сложно. Топ-5. Ну, сразу скажу, что это хорошо то, что экономика должна быть диверсифицирована, поэтому топ-5 – это хорошо. Это лучше, чем топ-1, топ-3, да? Ну, в секторах информационных компьютерных технологий у нас очень много стало программистов, которые уже работают на международной компании, неплохо зарабатывают, и есть большой потенциал, человеческий потенциал. Так что я считаю, это таким одним из основных секторов локомотивов. Естественно, туризм. У нас туризм еще не так развит в сравнении с другими странами, но есть большой потенциал именно в части так называемого зеленого устойчивого туризма, да? Но здесь можно проделать огромную работу по информированию потенциальных клиентов, организаций, компаний, которые занимаются туризмом, и развивать именно устойчивый туризм. Наша природа очень хрупкая, мы должны с пониманием относиться к тому, что необходимо что-то оставить нашим детям, внукам, да? Оставить, может быть, даже в лучшем виде, чем мы это получили. Что еще? Я думаю, образовательный сектор. У нас, как вы знаете, учатся много студентов из-за рубежа, из Индии, из Пакистана. Я думаю, этот сектор нужно развивать образовательно, потому что он дает колоссальную возможность в дальнейшем развивать и другие секторы, благодаря развитию образования. Я бы не стал в топ вносить сектор сельского хозяйства, потому что я считаю, что у нас по объективным причинам сложно нам конкурировать с другими странами, которые обладают большими фермерскими хозяйствами, крупными хозяйствами, в сравнении с кардинскими мелкотоварными хозяйствами. Что еще? Сектор услуг, я думаю, может стать локомотивом Кыргызстана. У нас природных ресурсов критически мало. Сектор услуг нам позволяет, в принципе, добиться достаточно серьезных результатов в целом по всем направлениям развития. Также, я думаю, можно включить в этот топ сектор, ну, сейчас он не так сильно еще развит, но сектор каких-то научных технологий. Да, тот же пример Израиля показывает, что благодаря развитию технологий и научных разработок они добились колоссальных результатов во всех секторах. То есть образование – это одно, а научные исследования – это уже другое, и необходимо, чтобы они шли в таком тесном тандеме между собой. Например, на примере тех же европейских стран, да, у нас, к сожалению, научная сфера, она сильно оторвана не только от образовательной сферы, но и от прикладной сферы. Согласен. Ну, делят, делят все время, то отделяют, то присоединяют. Очень много есть проблем, тем более с наукой сейчас совсем там не совсем все хорошо, насколько я знаю. Очень много специалистов сегодня уже на пенсию ушли, а новый специалист почему-то разработками особыми серьезными не занимается. Ну, вот еще такой вопрос. У нас страна сейчас входит в союзное государство, вот в рамках вот этого ЕС. Насколько есть перспективы еще развития? Какое еще развитие нас ожидает? Ну, вхождение Кыргызстана в ЕС, конечно же, сильно изменило экономическое положение страны в целом, положение людей. Если раньше мы занимались экспортом, сейчас мы вынуждены заниматься уже производством чего-либо, да. Я думаю, есть какие-то положительные моменты. И в дальнейшем, естественно, развитие в рамках Союза заставит местных производителей, экспортеров повысить качество предоставляемых, продаваемых товаров и услуг. Я думаю, будут в этом направлении очень положительные изменения в плане качества именно, да. Что до этого мы как-то мало задумывались, когда работали именно больше на местный рынок. Сейчас мы работаем, наши производители, экспортеры работают не только на рынок ЕС, но и стараются еще выйти за рамки. И там Европу уже экспортируют, там в Азию экспортируют, да, в Японию свою продукцию. И благодаря этому они, вернее, из-за этого, да, они значительно повысили качество своих услуг. Я думаю, это хорошо, и нам нужно в этом направлении дальше работать, повышать качество, а также продукцию делать более экологичное. Вот, и я думаю, что Кыргызстан, у Кыргызстана это фишка, да. Мы маленькая страна, у нас очень мало ресурсов. Если мы будем вот именно в этой нише, нише экопродуктов занимать высокое положение, это будет нашим вот одним из локомотивов, да, вот, в рамках не только ЕС, но и возможной глобальной экономики. Вы знаете, даже в настоящее время Кыргызстан экспортирует в Китае, да, казалось бы, сложно экспортировать какую-то продукцию в Китай. Мы, тем не менее, умудряемся экспортировать в Китае очень экологичные продукты, которые пользуются очень высоким спросом, даже экспортируем по авиа, представляете, то есть, несмотря на высокую стоимость, в Китае наши продукты пользуются высокой популярностью, в частности, молочные продукты. В Китае сейчас стало больше потребление именно молочных продуктов, благодаря повышению уровня жизни населения. Вот, допустим, соседний Казахстан все время жалуется на то, что качество наших товаров, той же картошки, оставляет желать у лучшего, плюс есть претензии к некоторым компаниям, которые производят здесь у нас в стране тоже какие-то товары. Как Вы считаете, есть ли эти нарушения или все-таки нет? Ну, насколько я знаю, они больше имеют претензию к товарно-сопроводительным документам, к самой продукции, возможно, к некоторым товарам есть определенные претензии, но больше вопросов было именно к документам. По документам у нас достаточно серьезная проблема, я думаю, что Министерству экономики, в частности, необходимо больше работать по этому направлению, по просвещению бизнесменов, ассоциации, по тому, какие документы необходимо готовить, потому что многие до сих пор еще не знают, да, ну, по крайней мере, разговаривал я с фермерами, они в этом вопросе еще плавают, да, какие документы им необходимы для экспорта своей продукции. Но для этого и создаются эти ассоциации, да, которые помогают своим членам готовить документы, информируют. К самой продукции, наверное, больше претензий к стандартизации. У нас продукция, поскольку мелкотоварная, они все разные, и из-за этого многие торговые сети, не только из-за этого, там еще есть вопросы по объемам, поставляем продукции. Ну, это одна из причин неоднородности продукции, по которой наши продукты еще не сильно представлены в крупных торговых сетях в той же России, да. Может быть, товар по качеству хороший, но поскольку он разный, его очень сложно продавать в магазинах. Ну, со временем совсем немножко остается. Такой еще вопрос, у нас хотят построить Великий Шелковый Путь, вот эту железную дорогу. Как относитесь к этой идее? Потому что очень много есть противников, есть сторонников. Вопрос такой сложный, он больше политический, наверное, по крайней мере, многие его представляют. Вы сами как считаете? Есть и плюсы, и минусы. Я вот в этой теме, к сожалению, не обладаю какой-то большой информацией. Но я думаю, что торговые сети, они в целом, если абстрагироваться от каких-то политических вопросов, в целом они необходимы, в принципе, любой стране. Посмотрите, вот те же примеры Сингапура, Малайзии, Индонезии, они показывают, что только благодаря развитию торговли они смогли добиться колоссальных результатов в экономическом развитии, в социальном развитии. Я думаю, что рано или поздно торговые сети у нас будут развиваться по ЖД-дороге, по автодороге. И другое дело, на каких условиях эти сети будут у нас строиться. Я думаю, вот в этом плане нам нужно больше работать. А так сети, я думаю, что нам просто необходимы, потому что у нас одна дорога есть, связывающая Бишкек-Оши. Этого недостаточно, нам нужно развивать железнодорожные ветки, чтобы больше было сообщения, чтобы развивались также регионы. У нас, знаете, вопросы приграничного характера, они очень острые. И пока не будет в этих регионах экономического развития, пока не будет притяжения, особенно молодёжи, нам будет очень сложно выдерживать давление со стороны соседей. Мы так и будем продолжать сдавать наши позиции по пограничным вопросам. У нас завершается уже передача в конце. Что-нибудь пожелаете нашим радиослушателям? Ну, призвал бы больше получать информацию из проверенных источников, да, то, что касается той же криптовалюты, слушать Манас ФМ, развиваться, читать побольше книг, не только художественную литературу, да, но и такие книги по саморазвитию. И самое выгодное, вот я на своём примере понял, это самое выгодное вложение средств, оказывается, вкладывать самого себя в образование. Я вот хотел бы пожелать, чтобы люди вкладывали именно больше в саморазвитие, нежели какие-то материальные ценности. Спасибо большое, Нурадил, за то, что нашли время, пришли к нам на радиопередачу. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в эфире был Нурадил Раимбеков, председатель Общественного совета Министерства экономики Кыргызстана. С вами был Алишер Ташматов, и это радиопередача «Обо всём». Услышимся в следующий вторник. До свидания. Я – Алишер Ташматов. Давайте поговорим обо всём. Каждый вторник в 11.10 в прямом эфире мы спросим у знаменитостей и политиков о самом интересном. О самом интересном. Повтор слушайте в воскресенье в 20.00. Вы слушаете Радио Манас.